всем привет наступила весна и я так сходу она болевшим ожоги до смешно не смешно 2 марта а ожоги уже быть могут и конечно же это касается в основном южных восточных окон когда чисто поле стекло но да это действительно возможно и да уже надо быть осторожнее и вы знаете свои условия как никто другой поэтому дал вам уже пора задуматься о притенении действительно так и не надо мериться по кому-то другому как всегда в уходе никогда не мерить по кому-то всегда смотрите по себе по своим условиям и опять-таки в догонку к дополнительной подсветки нет еще не пора выключать да уже можно обжечь листья но нет еще не пора выключать ее к сожалению так сожалению дни еще не настолько длинные солнышко не настолько ярко и тут такое еще отступление про выращивание насколько нужна эта досветка просто в этом году я действительно за этим очень сильно следила очень много об этом читала постов читала отзыва читала просто информации следом в общем все все вот это вот и для меня теперь это такая наболевшая тема которая везде звучит но очень много спора вообще надо или не надо там фаленопсисом котлеем кому что свет это ключевой фактор свет это основа фотосинтеза свет блин нужен да очень нужен действительно растение и хороший свет это очень активный рост всего у вашей орхидеи прям вообще всего что только можно и давайте так я знаю много орховода много лет и есть те которые вообще без подсветки растят обалденнейшие котлей которые шикарно цветут я каждый раз замиранием сердца наблюдаете фееричные куртину с фееричными букетами я обожаю этих орховодов я уважаю я просто вот всегда очень внимательно читаю что они пишут у них действительно крутые результаты и да без подсветки но а иногда это орховоды которые живут например где-то вблизи моря или вот ну скажем так то что мы своем в южных странах где совсем другое другое солнышко так скажем так ну грубо говоря как мы говорим это совсем другое солнышко плюс еще не надо забывать что например у кого-то окно и чисто поле чисто поле и весь свет вот от восхода и там например если у вас восточное окно до 12 это ваше и без подсветки все прекрасно а есть у кого-то двор колодец и вот тут вот за окошком там у тебя не знаю высоточка и вот тебя восточное окошко и ты солнышко начинаешь видеть когда она подымается вот над той высоточкой которая стоит у тебя перед окном а кто-то живет на втором этаже и у него раскидистый дуб не знаю там перед окном это же как бы вроде бы чисто поле но дуб и света нет то есть тут это всегда ваши условия понимаете и если кого-то получается это сделать без подсветки а это не значит что у вас получится это сделать без подсветки и я все время говорю про потенциал вы представляете если у вас так цветет а вы еще вот-вот у вас такой потенциал это всегда ваш выбор то есть я за раскрытие потенциала но кому устраивают такие цветения действительно фееричные если бы наверное у меня так цвело без подсветки я тоже не задумывалась они абсолютно и спокойно растила бы без подсветки едем дальше солнышко и лампочки правильно подобранные лампочки действительно хорошее профессиональное оборудование может заменить солнышко мы люди в прогрессе научились это делать а если есть солнышко то конечно же можно было бы сказать что лучше это делать солнышком чем искусственно но лапы например безопаснее тем что не так а они тоже могут вызвать ожоги если не не соблюдать технику безопасности скажем тогда рекомендовали нормы и так далее но солнышко в этом случае более жестоко скажем так плюс ко всему прочему лампа это такое постоянство солнышко в наших широких широтах это далеко не постоянство поэтому иногда лучше лампочки есть такой миф что без солнечного цвета света ничего не получится должно быть хоть чуть-чуть хоть пару часиков в день вот если у вас есть эти пару часиков в день 12 часиков день это прекрасно это просто прекрасно вам очень повезло но если у вас их нет то абсолютно ничего страшного у меня там фалинопсис и конешечки растут абсолютно без солнечного света без проблем и с далеко не самыми крутыми профессиональными там оранжерейными какими-то бомбическими лампами то есть они хорошие я изучила спектры там все 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 да все подобралось и вот оно растет я методом проб купила лампы посмотрела купила другие посмотрела нашла и вот оно растет да то есть можно добиться мы люди все-таки развиваемся много чего умеем и можем так но вернемся к тому с чего я начала весна солнышко не забываем притянять не забываем ухаживать за листьями сейчас уже аккуратно надо быть с поливами по листве потому что капельки воды срабатывают очень часто как линза и привет ожоги тоже очень часто плюс ко всему прочему будьте осторожны с многие любят полироли и они могут такую пленочку на листе образовывать и иногда полироли бывают же разные для листьев она срабатывает как масляная пленка которая не дает листу дышать плюс свет и у листа не получается отводить от себя тепло путем испарения и привет дополнительные ожоги то есть вы хотели как лучше а получилось как всегда вот поэтому такое весна весна солнышко все шпарит ходит за окошкошком еще кое-где лежит снег но уже пора быть бдительной поэтому берегите свои орхидеи пусть они просыпаются активно растут наращивают шикарные росты и ботву а вам солнечных дней пышных цветений не забывайте ставить лайк и подписываться на канал и люби свои орхидеи пока пока